Всем здравствуйте! Ранее я обработал эти виноградные кусты медным купоросом и теперь мне необходимо сделать сухую подвязку виноградных рукавов Я буду подвязывать на две стороны, как получится по данной шпалере Переделаю одну плоскостную шпалеру на две плоскости, это очень удобно Намного удобно, чем я предвидел В этом году оставил от 5 до 8 рукавов на каждый куст Из большого количества, я думаю, сколько необходимо там, 40-45 зеленых, хорошо развитых, по бегу я наберу А там буду уже формировать и гроздями Буду раскладывать на одну сторону и на другую Вот видим, вот эта лоза идет с того виноградного куста, который находится от меня по правую сторону Я эту лозу ложу сюда Перекрывает она середку и, соответственно, еще ложится на лозу, которая идет от этого куста Здесь я буду формировать, сколько необходимо почек мне оставить и какие почки Лишнее, конечно, буду выламывать, чтобы не было загущенности Подвязываю вот такую проволочку, нарезал ее где-то по 8-10 сантиметров И этой проволокой концы фиксирую, чтобы они не уходили Эта проволока в сечении от 0,5 до 0,75 мм в квадрате Теперь из этого слева виноградного куста вложу сюда и дополняю, где не хватает вольчика Накладываю друг на друга, потом лишнее буду просто выламывать Эту виноградную лозу вложу наверх, на верхнюю проволоку Обвожу вокруг проволоки, сколько необходимо И закрепляю ее в конце Это вывожу здесь посередке И закрепляю на пересечении виноградного рукава, идущего слева Закрепил И обвожу по проволоке ее Здесь внимательно смотрим, чтобы почка не была развернута проволоки Чтобы почки выходили наружу, чтобы не цепляли проволоки Иначе почка обломается Вот это идет рукав справа Мы его ведем в левую сторону И он будет замешать середину куста, который находится от нас с левой стороны В данном случае И тоже так вокруг обвожу Закрепил И еще здесь останется вот этот рукав Закрепляем его здесь Здесь фантазируем каждый по-своему Чтобы потом, в дальнейшем не было загущенности Чтобы расположение этих виноградных рукавов происходило в нормальном направлении Чтобы не было сильных перегибов Проволоку так обворачиваем Вот так выглядит окончательно укладка виноградных рукавов на проволоку шпалеры Надеюсь, это видео многим начинающим виноградарям Поможет избежать ошибок Которые часто допускают все начинающие В том числе и я допускал Кто желает быть в курсе всех моих событий И получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео То подписываемся на мой канал Всем желаю удачи Всего доброго До свидания